избрание байдена в сша каковы последствия для кремля могут быть байден достаточно опытный политик я здесь могу сослаться на мнение многих наблюдателей что ничего страшного не произойдет в общем все санкции которые можно было ввести уже ввел причем не трамп своими руками в общем законодательная власть в сша там которая частично контролировала с демократами все что можно было плохого сделать мы уже сделали если если что-то новое и будет то будут санкции за навального и в принципе скорее скорее это будут личные санкции скорее всего так если наши конечно не сделают ничего еще более безумного чего от них ожидать в общем можно они сейчас сходят с ума окончательно умудриться отравить от так совершенно нагло и откровенно основного своего политического оппонента это конечно да уметь они это сделано господин нарышкин говорит что был заговор спецслужб наверно знаешь да что они уже и заврались они уже сами не знают что сказать да то ли у них тонн сам себя отравил то заговор с западных спецслужб то диета то ему не хватило рафаэлки то еще какая-нибудь ерунда я уже ну даже это уже даже смешно там совершенно понятно что они сделаны понятно как они пытались следы замести это было крайне некрасиво крайне грубо откровенно и такого от них конечно никто не ожидал то есть все думали что они безумны но не настолько и что дальше могут такого сделать что может спровоцировать какие-то санкции со стороны запада какие-то действия со стороны байдена никто не не знает а еще кстати надо сказать что там байден от одного мало у него же там еще вице-президент что не дай бог что случится с байденом так мы получим в качестве партнера афроамериканку женщину вот это будет весело что она там ведет что она может сделать это вот еще непонятно а что касается байдена байден пережил он еще генсеков помнит он еще брежнева помнит он достаточно опытный умеренный политика и человек который выжил в американской системе так долго он естественно не будет сейчас махать дубиной направо и налево и 1 всех распугивать вот он естественно будет вести себя максимально аккуратно максимально умеренно и попытаться наоборот заслужить звание человека который восстановил отношения с россией как бы нас сейчас не пугали кремлевские пропагандисты как вы считаете изменится ли риторика кремля и про кремлевских пропагандистов там иных лиц каких-то дипломатов и так далее по отношению к байдену известно что сейчас они с большой осторожностью восприняли это решение американского народа и тем не менее попытаются ли наш дипломатический корпус наладить какие-то отношения с новой администрации президента самим байденом и в интересах ли это нашей власти мне кажется что они сами начали верить придуманный ими миф про злой плохой запад по которому бродят толпы феминисток геев чернокожих и пытаются все свергнуть там пытаются ввергнуть прекрасный запад прошлого в некий хаос и байден конечно для них является олицетворением вот этих темных сил которые вырвались наружу и сейчас они всех снесут вот поэтому но первое время конечно они будут продолжать свою истерику что касается дальнейшего опять же если бы мы с вами находились в условном 2010 году можно было бы сказать что до истерить они будут но наверное уже кто-то звонит в штаб или ближайшее окружение байдена и пытается наладить отношения если мы бы рассматривали политику россии как политику нормальную мы бы понимали что там есть два слоя что один слой официальные которые они выдают в эфир а другой слой нормальный здоровый рабочий дипломатический слой по которому собственно говоря они общаются отстаивают экономические интересы россии отстаивают место россии в мире отстаивают наша вообще в принципе интересы не только в экономической сфере там но и в других сферах допустим там сейчас что делать со всемирной организации здравоохранения каким образом дальше она будет функционировать потому что она очевидно не очень хорошо сработала в условиях эпидемии и очевидно что нужны нужно взаимодействия как минимум россии китая и штатов чтобы такого больше безобразия не повторялось и вырабатывались какие-то меры вот мне казалось бы если бы российское руководство нормально себя вела но бы сейчас об этом ровно разговаривала с администрацией байдена ли с будущей администрации байдена но у меня есть какое-то ощущение судя по тому как у нас все идет сейчас несколько последних месяцев что они даже этого не сделают что они начинают всерьез заменять вот этот истерический уровень они начинают его и на глубинный уровень тоже продвигать я боюсь что сожалению но так что самое болезненное может сделать администрация байдена для российской власти ну она может вести санкции персональные санкции для наших друзей которые сидят в кремле за их художественную самодеятельность отношении навального допустим или еще каких-то людей что что там еще еще учиться не случайно сейчас вот на днях буквально вышло решение путина персонально он внес законопроект в госдуму сейчас он уже в госдуму прошел пошел совет федерации о возможности иметь двойное гражданство сотрудникам фсб это вообще что сотрудники фсб занимаются внутренней политикой они ищут внутренних врагов ну как могут да там террористов они должны ловить наверное там сети которые поставляют наркотики как нам кажется мы понимаем чем они занимаются на самом деле они травят навального ловят студентов на улице и национальной безопасностью незабоченную в общем в последнюю очередь они сами скорее та самая мафия сейчас этим людям официально мало того что разрешили ездить по миру да и травить кого они хотят им еще и разрешили официально владеть собственной недвижимостью на западе даже если вдруг против них ведут какие-то санкции вообще очень интересно будет если санкция будет введены против граждан сша ниже граждане россии вот это вот интересно как будет выворачиваться в этом случае на америка но там надо сказать что в отношении собственных граждан которые каким-то образом себя повели там же тоже есть закон наверное на них тоже будут распространяться поэтому ним наверное пора нарадоваться пока что вот как раз таки к навальному косвенно главврач омской больницы мураховский назначен министром здравоохранения омской области наталья вячеслав это что это у нас такие лифты это кадровая политика как то есть кадровая политика средневековой италии помог отравить оппонента продвигайся продвигайся наверх и выслужиться перед государем путем физического ли попытки физического устранения политического оппонента конечно это старт карьере абсолютно зеркальное решение как с луговым луговой заслужил пост депутата куздума этот товарищ отличился и заслужил пост министра здравоохранения но я бы честно говоря еще больше не стала доверять нашему здравоохранению если уж у нас здравоохранение превратилось в мафиозную структуру которая занимается прикрытием отравлений политических оппонентов зачем так показательно это делать может быть ему можно было предложить какую-то должность там но не афишировали как-то иным образом вознаградить его то есть вот это показательные такие решения действия они чем обусловлены ну мы живем с вами в середине конца режима который уже сам ничего не стесняется он уже не говорит что их там нет он говорит да они там есть да мы отравили да мы это сделали да мы такие да мы пойдем на все ну примерно как лукашенко уже не стесняется откровенно бить своих политических оппонентов убивать стрелять в спину демонстрантом будет ну он же старший брат он же должен как-то соответствует да он же должен в этом зверстве в этом конкурсе поучаствовать вот он участвует как может это конечно такая не сказать я я думаю что это еще не финальная стадия разложения это серединная стадия что может быть хуже а вот уже вот как правление на камеру ну вот что может быть они кого-то застрелят в прямом эфире не знаю ну ну кто их знает или отравят сразу потому что нам нам только кажется что такая цивилизованная политика она пришла навсегда к нам после там сорок пятого года она к нам навсегда не пришла всегда могут вернуться темные времена вот людям еще до тридцатых годов двадцатого века в европе казалось что ничего уже невозможно никакое средневековье никакая инквизиция что все они живут в цивилизованной европе они ездят на поездах они пользуются электричеством они все-таки культурные ничего не может произойти нет может мы запросто можем скатиться обратно в состояние звериное состояние и будь он собственно это демонстрирует он запросто говорит что можно целая страна может очень стремительно деградировать очень стремительно может деградировать ее верхушка британский таблоит the sun сообщила намерение президента рф покинуть высший государственный пост в начале 21 года из-за проблем со здоровьем по сведениям издания у главы государства якобы выявлены симптомы болезни паркинсона как вы полагаете каковы причины появления таких информационных вбросов мы это валерий соловей опять отличился он выступает нас главным ньюсмейкером последнее время как известно он он же сам сказал что принадлежит к некой тайной организации гораздо более обучественной чем фсб и что-то наверное знает но в том что делает профессор соловей я честно говоря для меня вот тайна что он чем он вообще занимается потому что то ли это явно не политическая аналитика это все что угодно кроме политической аналитики либо он делает это по приколу просто так чтобы посмотреть он кинул камень в болото и посмотреть как круги пошли дальше а вторая версия что он орет волки волки и когда на самом деле будут волки мы волков пропустим может быть и такая версия слухи про болеть тяжелую болезнь путина его уход появляются регулярно там раз в три месяца сейчас они добрались до британского топлоида британский топлоида опять же со ссылкой на российские источники что там изобразил это все волки волки это все я думаю что может быть и это могла бы если бы у нас было опять же нормальная политика это могло бы послужить выявлению какой-либо фронты если бы можно было всерьез этому поверить вот они сказали что путин уйдет и тут же объявляются какие-то внутренние враги внутри системы условный медведев условная какая-то команда засевших тайных либералов которые тут же что-то начнут делать они как-то начнут себя проявлять они начнут спорить о преемнике и тут выходит путин из соседней двери молодой здоровый после очередного укола ботокса и отрубают голову мятежником вот если бы это случилось первый раз можно было подумать что это именно такая игра сейчас уже зачем они это делают ну а опять же давайте не будем недооценивать степени безумия вот некоторые вещи объяснять не невозможно объяснить разумно то есть мы можем разные свои конструкции мыслительные прикладывать к этому процессу но ни одна из них не будет правильной потому что у них какая-то своя логика пусть они занимаются а профессору соловью браво вот так на самом деле накидать камней в болото уже кидает с периодичностью и причем каждый камень вызывает какое-то движение это конечно он молодец я прямо восхищаюсь искусно это делает 5 ноября сенатор андрей клишес внес в госдуму поправки в закон о гарантиях президенту прекратившему исполнение своих полномочий гарантии усиливает безопасность защита от преследования бывших руководителей государства зачем путин неприкосновенность он же настолько популярный такой чистый кристальный президент зачем путину неприкосновенностью он уже много наделал он же наделал уже на на голову самолет расследование это по боингу продолжается она уже никуда не исчезла расследование по навальному началось и она будет продолжаться и она никуда не денется это только два эпизода явные наглые которые мы знаем а сколько там эпизодов может быть еще естественно перед перестраховывается никому не хочется провести остаток своей бурной жизни в тюрьме хотя видимо придется они говорят не говорит ли это как раз о том что ожидаем скорый транзит до 24 года как считаете российская политика настолько закрыта и столько раз не подтверждали слухи о тяжелой болезни и уходе путина что в этот раз опять же исходя из теории вероятностей нет никаких гарантий что это случится он эту власть добровольно не отдаст он будет с трубками лежать прикованных кровати и он все равно будет цепляться за эту власть он все равно никуда не уйдет это что они принимают вот такие решения касательно неприкосновенности и отсутствие невозможности фактической уголовного преследования говорит о том что ему очень даже есть что терять на него очень много даже не компромата а просто материала это не то что он где-то кого-то схватил за коленку 20 лет назад это вещи принципиально иного порядка это не просто гибель политической репутации это в общем серьезная заявка на пожизненный срок то что он сделал уже естественно он добровольно никуда уходить не собирается он может эти слухи распускать может через кого-то их сливать он может кому-то на что-то намекать но сидеть он будет до последнего то есть нам настроиться на 36 год и далее нам бы дожить до 24 или до 21 что там не рвануло и нас всех не унесло куда-то так и настраиваться до настраиваться на очень долгую борьбу вот как раз о двадцать первом годе наталья насколько серьезно будет зачищена политическое поле перед выборами в госдуму как вы полагаете ну скорее всего размер галями на и вот явно сейчас кремль ведет такую двойную игру в этом направлении первое это как по примеру галями зачищать всех потенциально сильных кандидатов даже не потенциально сильных а ярких которые способны что-то сказать против этой власти есть сильные кандидаты которые пока держатся в тени и наверное правильно делают которые не проявляются которые не ходят на митинги тем не менее которые являются в общем достаточно серьезной альтернативой они могут появиться кремль тоже может с этими кандидатами вести переговоры через своих спойлеров через допустим партию новые люди которые сейчас получили возможность выдвигать кандидатов без сбора подписи но я боюсь что в последний момент они могут поснимать в том числе этих самых замечательных кандидатов от партии новые люди и прочих вот этих кремлевских проектов я была некоторое время в прокремлевской партии правое дело которая на руинах спс образовалась 2008 до 2011 года она более-менее благополучно просуществовала и как мы помним была попытка сформировать на основе нее относительно лояльный список имени медведевый провести его в госдуму под руководством михаила прохорова эту партию благополучно прибили вот ее взяли и прибили то же самое случается со всеми кремлевскими проектами которые идут через путем согласования своих либеральных прекрасных списков с администрации президента я думаю что нас ожидает очередное разочарование связаны вот с такого рода проектом то есть первое они не пустят не системных оппозиционеров которые ходят по улицам и призывают народ откровенно к тому что в общем надо делать менять эту власть второе они попытаются это недовольство перевести канализировать через прокремлевские проекты в последний момент испугаются и отрубит своему же прокремлевскому проекту голову интересный расклад в общем готовится нужно до к интересным событиям все интересные события происходят как правило во время выборов сейчас я не берусь предсказать я уже два раза обыграла своего знакомого который мне пытался убедить в том что выборы закончится одним образом они закончились друг по другому на короткой дистанции там пределов трех месяцев до выборов можно что-то прогнозировать сейчас что-то прогнозировать нельзя кроме прогрессирующего безумия нашей элиты они могут сделать все что угодно опять же они могут распустить сейчас там на кремле кремлевские полу лояльные партии типа справедливой россии а зачем она им она не нужна но то ли они могут сейчас из-за того что случилось хабаровске каким-то образом наказать лдпр и вполне если до сентября двадцать первого года в беларуси произойдут кардинальные события а именно если лукашенко ну предположим уйдет сможет ли это послужить катализатором для нашей потестной активности это прежде всего может служить с катализатором для элит внутри кремля и элит которая даже вне кремля но которые там внутри инкорпорирована внутри этой системы что да можно что-то поменять смотрите он не вечен с лукашенко путин конечно загнал себя в угол здесь уже казнить нельзя помиловать оставлять его так нельзя протесты будут продолжаться никакой легитимности у него нет и не будет и вы просто это вопрос времени когда его оттуда сковырнут самый оптимальный способ для кремля это поставить полу лояльного какого-нибудь своего политика там же куча людей лояльных кремлю абсолютно сидит в тюрьме там сидит тот же баба реку который он он не говорит что мы сейчас немедленно отрежем украину белоруссию от россии немедленно пойдем на запад нет они никто из белорусских политиков об этом не говорит даже тихановская которую выжили из страны она говорит что ну путин же хороший давайте с ним договариваться и они ему оставляют они ведут себя очень умно белорусские политики в отличие от украинских политиков они оставляют себе поле для переговоров они не не оставляют возможности только силового варианта стороны россии я не исключаю смены после утихания протестов они сейчас утихают немножко смены лукашенко на полу лояльного кремлю политика как она дальше пойдет посмотрим но даже смена на полу лояльного кремлю политика даже приезд этого политика на прием в кремль сразу же подписание какой-то новой бумажки под камеры союзном государстве и проведение не знаю там совместного парада на 9 мая следующего года даже это все равно послужит и российскому обществу и российским и летом что так можно нет вечных политиков на этой территории что можно меня что можно менять мирно на 21 год естественно это повлияет она по-любому повлияет и протесты повлияют это что лукашенко допустим останется и повлияет мирная смена тоже повлияет из этой ситуации у кремля нет хорошего выхода а для нас есть всегда хороший пример я благодарю вас наталья вячеславовна за экспертную оценку ряда вопросов спасибо большое